Толдот Начинаем недельную главу Толдот. Интересно, это единственная глава, которая посвящена нашему праотцу Ицраку. Как известно, Реха Хой Ваейра посвящена Аврааму, Ваейцей Ваейшрах Якову, а про Ицрак как? Только эта глава Толдот, и тоже довольно мало о нем написано. Реша замечает, что видно было на Ицрака, что он был очень похож на Авраама. И кто видел, знал Авраама и видел Ицрака, знал и узнавал, что Ицрак сын Авраама. Ваейцхок было 40 лет, когда он взял Авраама, когда он взял Авраама, дочка псула Авраама, и спадала Авраама, Ахей, сестра Лобонарами, сестра Лобонарами, ищу ему жены. Интересно, мы же эту информацию знаем из предыдущего. Что-то Тора нам говорит. Раша говорит, что тут написана такая информация, что информацию мы знаем. Но Тора говорит, что Ривка, ее отец был обманщиком, брат обманщиком, место обманщиков. Она сама была честной и справедливой. Это не просто быть вокруг нехороших людей и идти по честному пути. Это говорит об особом величии и силе этого человека. Ваейцхок молился Богу напротив его жены. То есть у них не было детей. Он молился, что у него были дети. Ваейцхок молился Богу напротив его жены. Его жена Ривка стала беременна. Дети толкались внутри нее. Она сказала, им кень, если так, гомозеоных, и почему это у меня? Есть комментаторы у них говорят, что она спрашивала у других женщин, как у них проходит беременность. Они говорят, такого у нас не было. Почему тут они толкались? Медраж говорит об этом очень красочно. Что когда проходили возле дома учебы Торы, скажем, дом Шемейвера, так Яков толкался выйти. Возле места идолов Иисов толкался выйти. Он спросил, почему у меня иначе, чем у других? Пошла искать Бога. То есть пошла искать, у пророка знать, что будет. Тогда было место учебы Шемейвера. То есть кроме Авраама было место Шемейвера, место учебы. Потом мы увидим, что Яков тоже шел туда учиться. Кроме того, что он учился у своего отца Ицхака и у дедушки Авраама. Так она пошла туда. Сказал Бог ей. Это не просто, это не один ребенок, но это даже два. И не просто два. Шны гейми витных. Два народа в твоем животе. У шны лумим и два народа царства. Мимия их и порыду. От твоего живота разделяются в разные стороны. И они будут между собой соперничать. У лэйми лэйм йемос. Народ от народа будет крепче. Или этот выше, а тот внизу или наоборот. А в конце концов, общая линия в основном будет. Вераб, Явы, Цойер. Старший будет служить младшим. Ваимгу Йомэго Гогэдэс. Наполнились ее дни к рожденью, к родам. Войны Сэймем бы видно. И вот двойняшка в его животе. Боицы Горишин админи. Первый вышел красноватым. Кулок и адерес Сэйор. Весь покрыт волосами, как шуба. То есть он уже вырос зрелым. Волосы растут обычно позже. Мои Крушмей назвали его имя Эйсов. То есть уже сделаны, уже готовы. Интересно, красноватый медраж говорит, что это характеризует Исава. Он красный. Его знамя красное. Его страна красная. Красный. Интересно, медражаба говорит, что админи красноватый говорит, что его натура убивать. И медражаба продолжает, что когда привели Давида перед пророком Шмуева, а про Давида написано «Ве у адмуни им ефе и наим». То же выражение. Он красноватый, красивыми глазами. Шмуев испугался, что он будет тоже убивать, как Эйсов. То есть это натура такая. Ему сказали, что про Давида еще написано «Ефе и наим», красивые глаза. Исав убивает по себе, по своему желанию, по своим капризам. А Давид и ефе и наим, красивые глаза. Кто глаза еврейского народа? Это Еврейский суд, Верховный Еврейский суд. То есть он убивает, но не по своим капризам, а по решению суда. Но натура убивать Бога и у Давида тоже. Написано же, что поэтому Бог сказал, что не он построил храм, а его сын Шуму. Потому что храм относится именно к миру. Интересно. Когда мы это все читаем и будем читать дальше, задается естественный вопрос. О, Исава. Был выбор или нет? Он уже вышел таким, каким он потом был? Или нет? Был выбор. Определенно. У каждого человека есть выбор. У человека есть натура. Но что он делает с этой натурой его, это его выбор. Есть интересная геморра. Геморра говорит так. что бывает, что человек рождается с натурой проливать кровь. Геморра выражается, он родился в Мазал Мэадим, в планете Мэадим. Его натура проливать кровь. Так это может быть разные, разные формы. Он может быть мыевым. Он может мыевым, делает обрезание, проливает кровь. Может быть, что это? Резать животное. Я бы сказал, что может быть, скажем, медбрат, который берет кровь. Может быть, хирург. а может быть, не дай бог, бандитам, которые проливают кровь. То есть, натура, это натура. А вопрос, что он делает с этой натурой. И у Исаба тоже был выбор. Была натура такая буйная. Но он мог эту натуру использовать, как говорили, ядерную энергию в мирных целях. Есть интересные комментарии Агро из Вильны на Мишка. Есть пасук. Хано ханар, хано ханара у пидарко. Воспитывай мальчика по его пути. Гямкия скин в Йосрум и мену. Даже когда он состарится, он от него не отойдет, от этого пути, по которому ты его воспитываешь. Так Агро говорит так. Если ты будешь воспитывать твоего сына по его натуре, и направишь его на верный путь по его натуре, по соответственно его характеру, тогда же, когда он состарится, он от этого пути не отойдет. А вот если ты будешь его направлять по тому, как тебе захочется, то пока, и это противоположно иначе, чем его натура, пока он находится под твоей твердой рукой, он вынужден подчиняться. А когда он станет самостоятельным, он все это забудет. То есть надо воспитывать детей по хорошему пути, но надо понимать, какая их натура и по какому пути воспитывать. Агро дает очень глубокий совет. Он говорит, что воспитывать детей соответственно их натуре. В Ахрихем потом Йоце Охив, вышел его брат, в Йоды Хедзес Баакив Исов, его рука держала за Пятого Исова, в Аикрошме Яков, назвали его имя Яков. Буквально слово Яков от слова Икев это Пято, назвали Яков. В Йитсхок ему было бен Чишимшона 60 лет, когда он их родил. То есть он женился в 40 лет, они у него родились через 20 лет. В Аигду Анорин выросли мальчики. Так вот, вои эйсов, был стал эйсов, из еды отцаи, человек который знает охоту, из соды человек поля. В Яков и что? А Яков человек простодушный, Ейшеве Олим сидит в палатках, учит. Почему в палатках? Ну, кроме того, что он учился у своего отца Йитсхока и дедушки Авраама, он еще учился в месте учебы, в шеймейбе. Боеев Йитсхок из Иссов, Йитсхок любил Иссова, ки цаид бефив, а охота, которой он охотился, в него, давал ему в рот, в Ривко. А Ривко, его с Иссяньки влюбил Якова. Папа застал говорил, что понять внутреннее содержание Иссова, Ривко понимала глубже. Она же росла среди обманщиков. И она понимала, где правда, а где обман. Глубже понимала, чем Иссок. Она любила Якова. Иссок пришел с поля уставы. В связи с чем он сварил похлебку и какую, дальше мы будем читать, что это похлебка из чечевицы. А в связи с чем, есть традиция, что когда кто-то умирает в семье, и сидят в трауре, то едят что-то круглое, яйцо или чечевицу. Так Абраам ушел с этого мира, Иссок сидел, его папа Якова Иссава сидел в трауре, и Яков сварил чечевичную похлебку. Так Яков сварил похлебку, Иссок пришел с поля, был уставы. Моимир Иссов Яков сказал Иссок Якову, Галитынино, Влий мне в рот, Миде Одэм, Одэм, Азэ, Красного, Красного. Он был настолько устал, что даже не видел хорошо, что это. Он видел только цвет. Красный, красный. Потому что я устал. Ау кейм поэтому корошмей Эдэм. Назвал его имя Эдэм. Раша приводит этот медраж, что он тогда вышел на дуэль с ним родом и его убил. Иссок пришел усталый. Моимир Яков сказал Яков, Михро Хаим, продай как сейчас, Эспхирос Холи, твое первенство мне. По имени Раиса отвечает, Я иду умирать. Зачем мне первенство? Зачем мне это? А вообще, что такое первенство? Смотрите. Сейчас, после дарования Торы, первенец получает две доли в наследстве. Положим, есть два сына. И осталось 300 тысяч. Так первенец получает две доли, а второй брат одну. Первенец получает 200, а второй брат 100. Это после дарования Торы. А до дарования Торы? Этого правила не было, этого закона не было. Так что разначило первенство? Первенство значило, что он как бы важный в доме, в основном, относительно духовных вопросов. Вот, например, люди приносили жертвы. Так интересно. До постройки Мишкана кто приносил жертвы? Кто там действовал? Кто занимался этим? Первенцы. А Исаав совершенно не собирался это делать. Он сказал, я иду умирать. Зачем мне это надо? И кроме того, значит, я иду умирать, если ты приносишь жертвы, и ты не находишься на должном уровне, это опасно. Во имя Яков сказал Яков, Ишово ли каим, поклянись мне, как сейчас. Во имя Яков, поклялся ему, во имя Яков, продал первенство Якову. То есть, Исааву, он продал. Во Яков, Аяков в носу на Исааву дал Исааву лехам, хлеб, он изъедал дошим, похлебку из чечевицы. А что такое вообще хлеб? Хлеб, это не только хлеб, это трапеза. Раньше он дал ему поесть, хорошо, а потом дал, ты хочешь продать? Да, похлебку из чечевицы. Воехал воещь, поел и попил. Воехал в военах, встал и ушел. Во ивэзэйзэйзэвэсабхэйро, ацабхэйро. Исаав презирал первенство. То есть, первенство было неуважаемым и неважным в его глазах. Есть митраж, он привел своих дружков, и вместе Эйсов с ними смеялся и издевался над Яковом. Смотри, какой простак. Дал мне хороший обед. За что? За что-то нереальное. Птора продолжает, что было дальше с Исхоком. Багиро Овгоорец, был голод в стране. Милвадо Роа Боришн, кроме первого голода, который был в дни Авраама. И в аилах Исхок, Исхок пошел и на вимелых-мелых плещтым гроро. Ка вимелых у царю филистимлян грор. Исхок собирался спуститься в Египет. А пусть в Египет шел близко к берегу Средиземного моря через землю филистимлян. Так он собирался спуститься из-за голода в Египет точно так же, как поступил его отец Авраам во время голода. Багиро Илла Водиной показался ему Бог. Багиро Илла Водиной А почему? Почему Авраам мог спуститься, а Исхок не должен был спускаться? Приводят, потому что Исхока же пошли приносить жертву. Так он в какой-то мере стал как жертва. Жертва имеет свои рамки, где ей можно находиться. А он должен был находиться в земле Израиля. Интересно, что единственный из отцов, который и родился, и жил все свои годы до конца жизни, жил в Израиле, был в Ницхоке. Проживай в этой стране. Я буду с тобой в Арахеко, я тебя богословлю. Потому что тебе и твоему потомству это не Адам. Все эти земли. Баакимисия сашвуа. Я установлю клятвуа, что не жбаты, я поклялся Аврааму вихо, Аврааму твоему отцу. Вирбисия зарахо, я размножу твое потомство к хехве ашумаим, как звезды неба. Веносателы зарахо, я дам твое потомство из колу ороцей свою. Все эти земли. То есть всю землю Израиля. Вы из Бороху везарахо будут благословляться твоим потомством кеу геи орец. Все народы земли. А что значит все народы земли будут благословляться твоим потомством? Что это означает? Раша говорит так. Благословляться тобой означает твоим потомством, что другие народы будут желать, чтобы они были такие дети, такие внуки, как потомки Ицхока. Такого хорошего поведения, такой удачи. Икев это за... Видите, какое обещание Бог дал о Ицхока. Он даст ему все эти земли. И размножил твое потомство, как звезды неба. Это все за что? Икев за то, что Ашашома Аврам Бекеле. Аврам слушал моего голоса. Ваишмер Мишмарти. Охранял мою охрану. То есть, есть то, что Бог сказал Авраму, а есть то, что он сделал ограду, чтобы не нарушить митсвейские повеления, хоккейские законы. Есть хокк и есть Мишпад. Знаете разницу между ними? Хокк и Мишпад. А? Что такое хокк и что такое Мишпад? Законы, которые мы возникли в человеческом разуме. Совершенно верно. Мишпад, те законы, что мы понимаем нашим человеческим разумом. Нельзя грабить, нельзя убивать, кто нанес учебу, должен заплатить, почитать родителей. Это Мишпад. Мы можем понять нашим разумом. А хокк – это такие законы, которые нашим человеческим разумом мы не можем понять. Вот, например, а почему нельзя одевать одежду, в которой есть вместе и шерстилен? Почему нет? Почему там такие-то виды нельзя есть? И так далее. Весарайсой и мои учения. Значит, мои учения, множественное число, множественное число, письменное Тора Юсна. То есть, Абраам, Абраам уже соблюдал те заповеди, которые Бог впоследствии даст еврейскому народу. Всю главу мы не успеем. Я хотел бы прочитать, во-первых, кусочек про жизнь Ицхака. Я чуть перепрыгиваю и читаю тринадцатое предложение. Значит, у Ицхака шла брака, он посеял, у него была удача. Человек стал расти, в аире хорых выгодил, пошел расти, от ки года умеет. Очень вырос. Был скот, мелкий скот, крупный скот, большое производство. Вайкану и Сиплиштим. Филистимляне стали ему завидовать. Что они стали делать? Вехол оберез все колодцы, ашер хофру Авды Овив, что копали рабы его отца в имея Авраам Овив, в дни его отца Авраама, ситму плечным закрыли, ваймал Овова, наполнили землей. Вай... Вайеймер авимелых о Ицхак, авимелых сказал Ицхак, иди от нас, ки отцам то ми мену мей, ты стал сильнее нас, очень, ты стал богаче нас. Это интересный роман пишет, это медраж, что все, что Тора пишет, это говорит о том, что произойдет дальше с евреями в будущем, с потомками Авраама, Ицхака и Якова. то бывало и такое в изгнании, что пока евреи были незаметны, все шло тихо. Но когда они стали заметны, стали богаче, появилась конкуренция, ненависть, и сказали, иди от нас, ты стал сильнее нас, очень. Между прочим, выражение, ты стал сильнее нас, очень. Знаете, как можно перевести? Ты стал сильнее от нас, от нашей страны, от нашего народного богатства, ты разбогател. ты разбогател за счет, за счет нас. Слышали такое? Тора нам рассказывает, как он дальше находился в Капово колодце, и тоже события, которые тут были, совершенно не случайны. Они тоже говорят о будущем еврейского народа. Тут рассказывает нам интересно. Я скажу просто, чтобы успеть побольше своими словами. Написано, что он выкопал те колодцы, которые копали во время его отца Авраама, и филистимляне их закрыли после смерти Авраама. И он назвал их теми же именами. Так он, рабы Яцеха копали, и нашли им колодец, колодец живой воды. Пастухи Грара спорили с пастухами Яцеха, как сказать, вода наша. И назвали это Исех. Что такое Исех? Занятия. С ним занимались, имели к нему претензии, спорили с ним, занимались с ним. Мешали ему. Это первый колодец. Мешали. Буквально, я вроде не точно перевел, и соску занимались. Выкопали следующий колодец, другой колодец, спорили на это тоже. И назвали это Ситна. Что такое Ситна? Помеха, мешает. Ситна. Он оттуда перешел, выкопал другой колодец, на него не спорили. Назвали это имя Роховод. Роховод, расширение. Наверное, город Роховод берет свое начало отсюда, из этого выражения в Торе. Он сказал, теперь Бог нам расширил, мы расплодимся в земле. Совершенно непонятно, что Тора рассказывает нам про эти колодцы, что это нам дает. Рамбан в комментарии на Хумаш говорит так, что тут дается намек на будущие события в жизни еврейского народа. Храм, это как колодец, оттуда выходит служение Богу, цвет Торы, выходит чистая вода, вода это Тора. Так, интересно, первый храм построили, и он стоял, больше 400 лет, а потом стали им заниматься, как тут написано, занимались им, и занимались им, пока его разрушили. Значит, занимались им, не разрушили первый храм сразу же. Царь Вавилона Набухадоносор захватил Иудею как свою колонию, и сделал с ней такой договор. Потом вы выполняете договор, не выполняете, пока в конце концов разрушили этот храм. Это, то есть первый колодец намекает на первый храм, его разрушили. Выкупали другой колодец, назвали Ситна. Ситна, мешают. Любопытно, что когда построили второй храм, так написано, что самаритяне написали, вот это выражение Ситна, написали донос на жителей Иерусалима. Знаете, что они писали? Что если этот город будет построен, то не будет мира и спокойствия на Ближнем Востоке. Ну, может, они писали по-другому. В этом регионе тут не будет мира и спокойствия. Так они писали в своем доносе. Интересно, тоже выражение Ситна. донос. Он оттуда перешел, выкопал другой колодец, на него не спорили. Так говорит Рамбан, что это намекает на третий храм, который не будут спорить. Но тут очень любопытно. Обратите внимание. написано, что они выкопали один колодец и стали им заниматься. Стали пастухи им заниматься, то есть иметь претензии. Выкопали следующий колодец. И не написано, что они что-то одолелись. Один за другим. Действительно, между разрушением первого храма и постройкой второго храма был очень маленький интервал. Всего 70 лет. Между разрушением второго храма и постройкой, дай Бог, будущего третьего храма тут уже проходит много времени. И поэтому не случайно тут написано, он отошел оттуда. Между вторым колодцем и третьим был интервал. Интервал достаточно большой уже. Уже до сих пор тоже. Я бы хотел сейчас опять перепрыгнуть и проучить спокойно про историю богословления, который яицк хотел дать. Так я мы начинаем. Это 27 глава. Ваи было Кизок и Ицхак. Ицхак состарился. Его глаза помутнели от того, чтобы видеть. Ваи я не знаю, я не знаю, где моя смерть. не знаю, а сейчас пожалуйста не точи твои орудия. Тельехо. Это значит твой меч. буквально тельехо то, что ты вешаешь. Меч вешают на пояс. векаштэхо и твой рук в цей осоды выйди в поле в цудо лицой слави мне охоту. То есть слави охоту от ничейного. Ваасыли матамин сделай невкусную еду кашеру афти как я люблю. Вовиоли принеси мне. Вейхэйло я буду есть. Бавурт ворохохон навши чтобы тебя богословила моя душа бетерем омус перед тем, как я умру. То есть браха перед смертью имеет особую силу. Последнее браха. А для чего нужно было для этого богословления слави охоту сделай мне еду для чего? Браха имеет большую силу когда она приходит вместе с тем что тот кто получает эту браху делает тут доброе дело. Так доброе дело и особенно что это относится к Яцхаку что он ловит ему охоту приготавливает и тогда отец Яцхак дает ему браху это имеет особую силу. Это связано с добрым делом которое он сделал для папы. в ревко и восстановить охоту хорошо а если нет в любом случае я принесу ограблю кого-то но принеси я принесу что бы не было что бы не было я благословлю тебя я благословлю тебя левны ад иной перед богом левны мисли перед моей смертью что значит перед богом это браха от бога не просто браха Ицхак а теперь мой сын слушай моего голоса что я тебя велю почему она так подчеркивает слушай мой голос что я тебя велю мы уже говорили что браха Ицхака и что он предполагал дать Ицхаку строилась особенно на том что он выполняет заповедь он слушает папу и приносит ему тут когда Ривка хотела и изменить и чтобы Яков получил браху мы сейчас мы разберем и то почему Ривка хотела это поменять но она говорит как бы так выполнить почитание отца это не этим действием я не могу но это митва почитание матери иди к мелкому скоту возьми для меня оттуда шны кто ездит два козленка хороших я сделаю вкусные блюда лови твоему отцу как он любит да непонятно если он делает из коз то как можно думать что это охота говорят что олени козел по натуре они близки другому и по видему по вкусу тоже ты принесешь твоему отцу будет есть что он тебя благословил лифнеймейси перед своей смертью тут поднимается вопрос а почему почему Ривка хотела это изменить и если изменить почему она не сказала своему мужу есть сколько чтобы он изменил значит так нам надо дальше будет еще понять какую браку есть сколько хотела дать какую браку когда мы дойдем до самой бракы там поймем лучшее о какой браке я думаю что мы там это разберем когда найдем до самого благословления как обманщик я приведу на себя проклятие а не богословление он увидел что я что я это не 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 это но но плакал но послушал маму мое время принес маме мот ими матам detached сделала блюдо, как папа любил. В атиках взяла ривку, что она сделала против аргумента Якова. Папа же меня узнает, увидит. Одежда Исова ее сына прелестная, а что и то баба из которой у нее дома, на Таубиша делаясь якобы ее младшего сына. Тоже любопытно, Исаав, раньше написано, что он женился и имел двух жен, так естественно, где должны были быть одежды. У него дома, а они у мамы. Он хорошо знал своих жен, и знал маму, и на маму полагался больше. Весь Эйрес, а шкуры, кто ее изим, козлят, и убежилась Ал йодов, надела на его руки, дал халкас таворов, на его шею, которая гладкая. Он пришел к папе, во имя сказал Ове, отец мой. Во имя сказал и ныне, вот я. Ми отобни, кто ты мой сын? Смотрите, мы дальше разберем, в чем были расчеты Ривки, почему она так поступила. Но есть важный принцип. Даже, когда ты что-то должен сделать, что-то не как надо, не как идти по прямому пути, старайся как можно меньше отойти от верного пути. Даже, ты должен говорить, когда человек может не говорить неправду, что он не говорил. Вообще-то неправду нельзя говорить. Но бывают исключения, когда можно. Но даже, когда можно, говори как можно меньше неправды. Так Яков говорит, видите, как он отвечает, он их и я, эйсов свой первенец. Он делает интервал. Я, то есть я-я, эйсов свой первенец. Делает какой-то интервал между ними. Как ты говорил ко мне, кумно встань, шво, садись в охоте, еди от моей охоты, чтобы тебя богословила моя душа. Что ты так торопился найти мой сын? Ваемя сказал, кей икро аниноэр гэхо латфоны. Бог сделал мне встречу передо мной, что как раз случилось, что нашел хорошую, хорошую вкусную дичь. Ваемя Яков сказал Яков, сказал Яков Яков, кшоно вамушкобни, подойди, я тебя пощупаю. Вамушкобни, ага, то зебне, эйсов имхай. Ты ли это мой сын эйсов или нет? Раша говорит, что эйсов обычно имя Бога не упоминает, а ты все время говоришь про Бога. Бог сделал мне встречу. Это что-то подозрительное. Я тебя должен пощупать. Ваигаш якивал Яков. Яков подошел к своему отцу Якову. Ваимушей он его пощупал. Ваеймар сказал, а кол кол Яков, голос голос Якова. Он говорит, как Яков. Но ва Йода им не дэйсов. А руки, руки Исана таки. Руки волосаты. Милый Кири. Он его не узнал. Кёй Йодов. Его руки были киды и киды. Как руки Исава. Исава и Бхарьев, его брата, бхарсанаты. Б – моих 𝙦cycle ñί Мал сообщил. Ваеймар сказал, что он не я. Обратите внимание, он не гıорит Я Исав. Ты мой сын, ты мой сын Исав. Он говорит я. Малый отец universally уважmana enfermed�? я, это я. Я не говорю, что это правда, но это правило, которое мы видим у Якова. Интересно. Я слышал от внука Робьянки-Каменецкого, за отцом, от имени его дедушки Робьянки-Каменецкий, что он сказал интересную и глубокую мысль. Испытание каждого из наших отцов, тяжелым испытанием было, знаете что? Что? Противоположное тому пути в жизни, что они шли. Это самое тяжелое для человека идти против того пути, что он идет. Какое было качество Авраама? Хесед, делать добро. Какое было его сложнейшее испытание в жизни? Принести в жертву своего сына Ицрака, это прямо противоположное от Хеседа. Это было для него самым тяжелым испытанием, которое он прошел. Качество Якова это Эмес, правда. Тытын, Эмес, Эмес, Яков. Какое было его тяжелое испытание, Якова? Тут в случае необходимости послушать маму и говорить не совсем правду. Это было его тяжелейшим испытанием. Ва Емес сказал, Ва Ишакры поцеловал его Ва Йорах понюхал Эс-Рей-Аль-Бгодов запах его одежды Ва Его Рхею благословил. Ва Емес сказал, Рей, смотри, Рей-Аль-Бни запах моего сына Крия-Хасоды как запах поля Аша-Бер-Хей-Ад-Иной Что Бог его благословил. А вот теперь само благословление и два предложения. Даст тебе Бог метал ашумай от росы неба и жирные места земли Много зерна и вина То есть что это означает? Что означает это предложение? Я пошлю тебе большое благословление изобилия росы жирные места земли Много зерна и вина Материальное изобилие Я в духу амин Тебе будут служить народы Тебе будут поклоняться царство Будь господином твоим братьям Тебе будут поклоняться сыновья твоей мамы Кто тебя проклинает будет проклят Кто тебя богословляет Барух будет богословлят Тут это предложение говорит о том что тебе будут служить удача в войнах и власти Так это это было богословление что он тут дал Якова думая что он и сам А давайте почитаем богословление которое Ицхок дал тому же Якову Знаете когда? При выходе из отцовского дома Когда он послал ему в Арамею Почитаем Зная что он Яков Бог всемогущий чтобы тебя богословил Ты будешь станешь массой народов чтобы ты расплодился и размножился Вы слышите это богословление которое Ицхок дает Якову перед выходом из отцовского дома зная что он Яков Что тут написано? Что у тебя ты расплодился и размножился Из тебя чтобы вышел великий народ И чтобы дал тебе богословление Абрама Наследовать землю чтобы Бог дал Абраму В первом богословлении есть намеки на это? Нет Что это означает? Два совсем разных богословления разные темы разное содержание совершенно разные Я вам скажу что говорит пишет на эту тему Малбин Он говорит так Зададим еще вопрос Яков был изучал Тору и умол духовно выше Про Исава мы знаем что он вел нечестную жизнь и был разбойником и развратником Возможно Исак об этом знал или может быть даже о чем-то он не знал но все-таки в любом случае Яков был духовно выше Исава Так с какой стати почему Исак хотел дать это богословление именно Исава? В чем логика? Что подход Ривки понятен Яков духовно выше и она со стороны постаралась чтобы это богословление досталось Якову А в чем был подход Исак Почему он хотел дать браху именно Исаву? В чем логика? Вопрос? Так я скажу вам как Молбим это понимает Молбим говорит так Он начинает с простого сравнения Дерево создано для того чтобы для плодов Скажите все дерево это плоды? Это нет и не может быть есть есть корни есть ствол ветки листья есть плоды То же самое непрактично чтобы все основа в мире это духовное Но чтобы Бог так создал мир что есть там материальное и есть духовное То же самое в практической жизни кто-то занимается духовным кто-то материальным План Яцхака был такой Яков занимается духовным Исав человек охоты человек поля Давайте как говорят разделим функции в доме и один будет помогать другому И это будет хорошо для обоих Яков будет заниматься духовным А Эйсав будет заниматься материальным и этим помогать Якову снять с него бремя занятия материальным Будет выгода для обоих Яков будет больше освобожден для духовного Яков его потомки А Исав получит свое достойное уважаемое место в доме Авраама Ицхака Это был план Ицхака И именно поэтому эта браха включает что она включает в себя только изобилие и власть То есть что потомки Исава будут иметь удачу и большое изобилие для всего дома Ицхака то есть и для Исава и для Якова Он будет с этим делиться своим братом А вторая часть они будут тебе служить народы и будут тебе подчиняться то есть это удача в войне и власти И опять-таки Исав будет так сказать власть и будет заниматься и он будет вместе в партнерстве с Яковом и каждый будет иметь свое достойное место в доме Ицхака это был план Ицхака как вам нравится такой план это так так это поясняет Мога и вы же видите что в следующей брахе он говорил что у тебя выйдет великий народ и даст тебе эту страну и богословление Авраама то есть там там духовное богословление если вы обратили внимание ну есть этот план такой хороший почему Ривке почему Ривке он не понравился Ривка которая жила среди обманщиков лучше понимала внутреннее содержание Исава она прекрасно понимала что Исав если дать ему изобилие материальной власти ему и в голову не придет делиться с кем-то другим и делиться с братьем скажите а с какой стати кто вы не слышали кто не работает тот не ест слышали или нет и с какой стати я буду заниматься войной и за Якова с какой стати поробину я поробину он с какой стати и так далее и так далее а когда таким людям как Исав даешь изобилие власть то они еще больше портятся и поднимаются заносят нас поэтому Ривка поняла что это будет плохо и для Якова он не будет иметь никакой экономической базы минимальной базы для существования и это будет плохо и для Исава от того что у него будет изобилие он еще больше испортится поэтому она пошла на этот план я сделала то что сделала теперь можно задать другой вопрос когда Исава богословлял кого он же думал что он дает богословление Исаву как же это сработало для Якова по-видимому смысл его богословения был он богословил того кто стоял перед ним он богословил того кто стоял перед ним и это богословление от Бога и это было пошло на Якова так да смотрите мы же видим дальше что он впоследствии когда он вышел вышел из отцовского дома он дал ему богословление другое помните которое мы читали я вам скажу мы читаем дальше я просто это опустил потому что не было времени там написано когда Исав плакал и просил он говорит я уже богословил и так далее смысл этого я как говорится богословил на двоих он понял богословление на двоих и это будет так и так теперь его смысл богословления было чтобы он был вместе с Якова и они вместе так продолжали дальше интересно в еврейском народе впоследствии так сделали два колена Исахар и Зволун Исахар занимался больше Тотторой больше а Зволун занимался Моской торговлей они между собой разделили этот мир и будущий так Исахар был такой план но другими словами Исахар думал он не подходит для духовного но для материального и быть партнером духовным он подходит а Ривка знала что он на это тоже не подходит мы вынуждены были только из-за недостатка времени читать только часть главы а богословение дал Исаву он дал материальное он дал материальное богословление я могу даже его зачитать я читаю жирное место земли будет твое расположение где ты будешь проживать из росы небо сверху интересно разница большая про Якова написано Итанхэлэким дал бог бог Элэким это бог правосудия то есть будет полагаться он даст а если нет нет а тут не написано не упоминайте имя бога жирное место земли будет твое проживание и росы небо сверху но тут нет подамы